Сура тридцать первая. Лукман. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Альф, Лям, Мим. Это то, что читается. Аяты разъяснённой книги Корана. Как руководство и милость для искренне добродеющих, для тех, которые наилучшим образом выполняют то, что повелел Аллах в своей книге, и то, что повелел через своего посланника. Которые совершают обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой. И по своей воле дают обязательную милостыню, закят, тем, у которых есть на неё право. И в вечной жизни, в наступлении дня суда и в существовании ада и рая они убеждены, нисколько не сомневаются. Те, такие, у которых есть все эти вышеперечисленные признаки, следуют по руководству, данному им от их Господа, и они обретшие успех в этом мире и в вечной жизни. И среди людей есть такой, кто покупает забавную историю. Все, что отвлекает человека от повиновения Аллаху, чтобы сбить людей с пути Аллаха без всякого знания, и обращает это, знамения и слова Аллаха, в насмешку. Такие – это те, для которых уготовано унизительное наказание. Этот аят был неспослан по поводу Надр бин Хариса, который купил себе рабыню-певицу, чтобы удерживать людей от пророка Мухаммада. Когда кто-либо хотел прийти к пророку, чтобы узнать что-либо об истине, Надр бин Харис говорил своей рабыне – накорми и напои этого человека, и затем спой ему. Это лучше, чем то, к чему призывает Мухаммад. А когда читаются ему, тому, кто покупает забавную историю, наши знамения, аяты Корана, он надменно отворачивается, как будто бы и не слышал их, как будто бы в ушах у него глухота. Обрадуй же, о посланник, его мучительным наказанием. Поистине, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, для них райские сады благодати, где постоянные удовольствия и радость, вечная жизнь и счастье. И будут они вечно пребывающими в них, в райских садах, по истинному обещанию Аллаха, и он величественный, мудрый. Он, Аллах, сотворил небеса и воздвиг их без опор, как вы это видите, и бросил на землю устойчивые горы, чтобы она, земля, не колебалась вместе с вами. И рассеял он на ней, на земле, всяких животных. И низвели мы с неба, с облаков, воду, дождь, и произрастили на ней, на земле, всякие красивые и полезные пары растений. Это все, что вы видите, творение Аллаха. Покажите же мне, о многобожнике, что создали те, которые помимо него, те, которым вы поклоняетесь помимо Аллаха. О нет! Притеснители, многобожники находятся в явном заблуждении. И уже раньше мы даровали одному праведнику, Лукману, мудрость, понимание, веры, разум, и мы сказали ему, «Благодари Аллаха! Кто же будет благодарить, тот благодарит для самого себя, а кто не благодарен, то поистине Аллах богат, не нуждается в благодарности, достохвален, ему и так хвала за все». И вот сказал Лукман своему сыну, увещая его, «О, сын мой, не предавай Аллаху сотоварищей, ведь многобожие являются однозначно великим злодеянием. И мы завещали человеку, чтобы он относился к своим родителям благостно и при их жизни, и после нее. Ведь мать носит его в своем животе со слабостью, которая прибавляется к слабости, и отлучение его от груди в два года. И мы сказали ему, «Благодари меня, Аллаха, и твоих родителей, ибо ко мне возвращение». А если они, твои родители, будут усердствовать, чтобы ты предал мне в сотоварищи то, о чем, о том, что они являются сотоварищами Аллаха, у тебя нет никакого знания, или если они будут повелевать ослушаться Аллаха, то ты не повинуйся им, обоим родителям. «Сопровождай их в этом мире в благом, в чем нет греха, и в делах веры, следуй по пути тех, кто обратился с покаянием ко мне. Потом ко мне ваше возвращение, и я сообщу вам о том, что вы совершали в земной жизни, и я воздам вам за это». И Лукман продолжил свое наставление. «О, сын мой, если деяние человека будет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в небесах, или в земле, то Аллах явит его в день суда. Поистине, Аллах добрый по отношению к своим рабам и ведающий все их деяния. «О, сын мой, совершай молитву, и с мудростью повелевай людям совершать признаваемые, благие деяния, и удерживай их от совершения отвергаемого, от грехов, и терпи то несчастье, что тебя постигает, когда ты занимаешься повелеванием благого и удерживанием людей от грехов». Поистине, это данное наставление из дел, для которых необходима твердая решимость упорства. «И не криви свою щеку перед людьми, не отворачивайся от людей надменно, и не ходи по земле высокомерно». Поистине, Аллах не любит всякого гордеца, высокомерного, из-за мирских благ и хвастливого этими благами перед другими. «И умеряй свою походку, ходи смиренно, и понижай свой голос, не повышай его». Ведь самый неприятный из голосов, конечно же, рев ослов. «Разве вы, о люди, не видели, разве вы не размышляли о том, что Аллах подчинил, сделал на пользу вам то, что в небесах, солнце, луну, звезды, облака, и то, что на земле, воду, животных, растения, корабли». «И щедро одарил вас благами от себя, как явными, теми, что можно ощутить или осознать, так и скрытыми, теми, о которых люди даже не представляют». «И среди людей есть такой неверующий, кто припирается, спорит об Аллахе, о его сущности, о его выборе посланника, о неспослании им книги, без всякого знания и без какого-либо руководства, без разъяснений и без какой-нибудь освещающей, озаряющей книги, которая была неспослана Аллахом и в которой содержались бы ясные доказательства и доводы, без Корана. «И когда говорится им, припирающимся об Аллахе, следуйте за тем, что неспослал Аллах, своему пророку, они говорят, нет, мы последуем за тем, на чем мы нашли наших отцов, будем следовать обычаям предков». «И неужели они последуют за своими предками, даже если бы этим самым сатана звал их к наказанию в адском пламени? И кто предал свой лик Аллаху, кто полностью подчинился Аллаху во всех своих словах и делах, будучи наилучшим в деяниях, делая это наилучшим образом, то значит тот ухватился за крепчайшую связь. Крепчайшая связь – это отвержение лжебога и вера в Аллаха. «И к Аллаху завершение всех дел его творений, он сам рассудит их и воздаст за них». «А кто станет неверующим, пусть не печалит тебя его неверие. Ведь к нам предстоит их возвращение в день суда, и мы сообщим им о том, что они совершили, поистине Аллах знает про то, что в грудях, душах, его творений. Мы дадим им немного попользоваться, пожить в этом мире, а потом в день воскрешения вынудим их пойти к суровому наказанию – в аду. А если ты спросишь их многобожников, кто сотворил небеса и землю? Они, конечно же, скажут Аллах. Когда они скажут это, то ты скажи им «Хвала Аллаху, который сделал так, что вы знаете эту истину». Но большая часть их многобожников не знают того, что только Аллах заслуживает благодарения и хвалы, и поэтому предают Ему равных. Только одному Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле. Только Он создал все это, и только Он владеет и управляет всем этим. Поистине, Аллах богатый, не нуждается ни в ком и ни в чем, достохвальный, только Он достоин всей хвалы. И если бы все то, что на земле из деревьев, все деревья, стало бы письменными тростями, а морю, чернил, кроме него помогли бы еще семь морей чернил, то даже записывая всем этим, не иссякнут слова Аллаха. Поистине, Аллах величественный в своем владычестве, мудрый в своих решениях и повелениях. Ваше сотворение о люди и воскрешение в день суда так же легко для Аллаха, как и сотворение и воскрешение одного человека. Поистине, Аллах слышащий ваши речи и видящий ваши деяния. Разве ты не видишь, что Аллах вводит ночь в день и вводит день в ночь, изменяет продолжительность дня и ночи в зависимости от сезона года? «И подчинил он солнце и луну на пользу и на благотворениям. Каждый из них, и солнце, и луна, движется до установленного срока, до наступления дня суда, когда этот мир прекратит свое существование. И что Аллах, сведущ в том, что вы делаете, знает все дела своих творений». Это, упомянутые выше могущества Аллаха, его всезнание и его помощь своим сторонникам, потому что Аллах истинный, истинный Бог, и потому что то, что они многобожники, призывают помимо Него. Это все то, что обожествляют, кроме Аллаха, ложь, и потому что Аллах, Он высочайший, выше всех своих творений, великий, нет никого и ничего больше Него. Разве ты, о человек, не видишь, что корабли плывут по морю, по благодеянию Аллаха, его творениям, чтобы показать вам его знамение? Поистине, в этом, в плавании кораблей, содержится однозначно знамение для каждого терпеливого в удержании себя от запрещенного Аллахом и благодарного Ему за его благодеяние. И когда покроет их многобожников волна, как тень, когда они плывут на судне, то они молят Аллаха о спасении, делая поклонение исключительным только Ему, забывая всех своих ложных богов. А когда Он спасает их, доставляя на сушу, то среди них оказывается удерживающийся, тот, кто не благодарит Аллаха должным образом. И отрицает наше знамение только всякий изменник, неблагодарный. О люди! Остерегайтесь наказания Господа вашего и бойтесь того дня, когда родитель не возместит за ребёнка и рождённый не возместит ничем за своего родителя. Ни родители, ни дети ничем не смогут хоть как-то помочь друг другу. Поистине, обещание Аллаха истинно. Пусть же не обольстит вас земная жизнь, пусть не завлекают вас прелести этой жизни, и пусть не обольстит, не обманет вас об Аллахе, обольститель, сатана. Поистине, Аллах таков, что только у Него имеется знание о часе, о наступлении дня суда. И только Он низводит дождь с облаков, и только Он знает, что в утробах, но не знает ни одна душа, что она приобретёт завтра. И не знает ни одна душа, в какой земле она умрёт. Поистине, Аллах, знающий, всеведающий.